Пятидесятый выпуск подкаста Владимира Леона у микрофонов. Мы начинаем. Ну что же, предлагаю не откладывать. Наши гости уже с нами в эфире. Прошу любить и жаловать. Сегодня у нас в гостях автор канала YouTube и владелец группы ВКонтакте Gaming за 30 Александр Правдин и его помощник-администратор Кирилл Юдин. Околоигровая группа, посвященная ретроспективам, обзорам, косплею, коллекциям и много чему еще, что будоражит умы олдфагов в наше время. Приветствую вас, ребята. Привет. Здравствуйте. Я сразу скажу, мы не будем вам задавать самые банальные вопросы, вроде там, как пришла идея создания группы, об ее истории, как создавалось сообщество. Ну, это, в принципе, все прекрасно гуглится. А я хотел задать похожий вопрос. Задай. Ну, хорошо, задай. Я хотел спросить, вот люди с нашими интересами, они друг друга должны где-то встретить. У нас с тобой своя история. Это Инстаграм и сервис Помограм. А вы, ребят, как встретились? В Контакте. То есть вы нашли друг друга по интересам именно, что вы олдскульный геймер или как? Да, наверное, через канал. Ну да, я его на Ютубе увидел, написал, там была ссылка, как бы несложно найти. Если касаться истории создания, вот хочется спросить, как раз вот похожий вопрос, как у Вовы. У тебя в группе, если я не ошибаюсь, 4 админа, вы также друг друга нашли через ВКонтакт, правильно? В общем, и да, и нет. Большая часть людей мы общаемся через ВК, да, совершенно верно. Пару человек я знаю в реальной жизни. То есть мы с Максимом, да, с Максимом мы познакомились на GBX AmarPaty. А еще одного админа в данный момент он не активен, к сожалению. Вот он, мы давно знаем друг друга еще до интернетных времен. А как вот твои товарищи, да, помогают тебе развивать твое сообщество? Ну, я бы не стал говорить, что оно прямо мое сообщество, это уже давно стало группой людей. Ну, вашей, вашей, да. Если бы этим занимался только я, и группа была бы, ну, она бы не называлась не Gaming за 30, а группа Саши Правдина. Вот, то есть была цель создать именно вокруг вот этой темы взрослых геймеров какое-то сообщество, где они могут общаться, делиться какими-то своими там впечатлениями, показывать какие-то свои, может быть, коллекции, рассказывать о тех или иных явлениях, которые волнуют их, именно связанных с вот этот гейминг, околоигровой тематикой. То, что если бы мы говорили о именно играх, то это было бы узко. Люди взрослые, и интересы у всех достаточно широкие. Ну, понятное дело, там идут и комиксы, и фильмы. Ну, в меньшей степени, да. На самом деле, как я понимаю, коллекционирование консолей – это вот твое хобби, так скажем, да? Да, скорее, я больше играть люблю. Просто из-за того, что много игр в старые времена выходили на разных игровых платформах и были для них эксклюзивами, то для этого приходится покупать разные игровые системы. Ну, покупать там, обмениваться. То есть, как бы я еще пытаюсь продвигать тему именно обменов, взаимодействий. То есть, когда я снимаю ролики, у меня есть там раздел на канале «Ленивый анбоксинг», и где я с подписчиками, зрителями канала обмениваюсь посылками, мы меняемся там с ними играми, старыми, новыми. Вот, и как бы это такая фишка, она немножко отбрасывает нас в 90-е, когда вот ты с друзьями чем-то обменивался. Да, 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 это ностальгия. Только среди взрослых людей, через почту, да, это немножко сложнее, но в этом есть определенный такой интерес. Все равно же приходилось что-то покупать в любом случае. Конечно. У меня такой вот вопрос есть в стиле «Дудя». Сколько вот денег ты потратил на них, и на каких площадках ты их приобретал? eBay или Avito, вот какой экспонат вот в твоей берлоге, он самый дорогой? Самый дорогой экспонат в моей берлоге, я за него заплатил меньше 300 рублей, так получилось. А на eBay он стоит гораздо дороже. Это один из первых геймбоев в полном комплекте, я его купил на Avito. И человек, когда мы с ним встретились, он достал его, начал показывать, и он не знал, видимо, что там яркость меняется колесиком, и он подумал, что экран там мертвый. И он говорит, ну надо, говорит, забирай за 300 рублей. Отдал мне его с картриджами, там пиратскими, в коробочках. И я его, соответственно, забрал. Я понимал, что он, скорее всего, стоит дороже. Это было давно еще. Я и каналом тогда не занимался. То есть это год 2007-2008 примерно. И вот сейчас я смотрел, он довольно дорого стоит на eBay. А так, ну, PlayStation 4 не дешево стоит, в общем-то, брошка, которая. Часть консоли что-то мне подарили, что-то у меня было у самого давно. Покупаю обычно. Ну, в разных местах, на самом деле. Опять же тоже, наверное, раньше, чем я начал показывать себя на канале, до этого я не видел, что кто-то такие вещи делал. Я начал рассказывать о магазинах, которые ВКонтакте торгуют вот таким вот ретро-стафом, которые невероятно заказывают на eBay и других площадках зарубежных, там в Японии где-то, и у нас здесь продают. И вот эта фишка, как бы, она помогает этим магазинам продвигаться. Ну, они там что-то тоже присылают. У нас такой чейндж идет. То есть я про них рассказываю, они мне что-то могут присылать, допустим, вот для обзоров тоже. И благодаря этим магазинам тоже у меня что-то появилось, какие-то вещи. Вопрос вот по шоппингу. Буквально вчера мой товарищ мониторил Авито и рассказал мне, что видел 3DO за 90 тысяч рублей. Мне вот просто интересно, сейчас вот охота за такими редкими экспонатами, это действительно такое дорогое удовольствие или нас пытаются надуть? Каждый случай, мне кажется, индивидуален. Но если она запакована в заводские пленки и в идеальном состоянии, я даже не знаю. Надо все эти, вот то, что если видите на Авито, сравнивать средние статистические цены на eBay. Это вот самый такой верный способ. Но это тоже не гарантия того, что вы купите вот товар по той цене, какой он стоит. То есть eBay в данном случае это показатель цены, если что ориентироваться, правильно? Я думаю, да. По посылкам, вот тоже упомянули посылки. Какая самая необычная посылка тебе запомнилась больше всего? Я затрудняюсь сказать. Все время разное что-то присылают. Присылают из своих городов там что-то, ребят, какие-то там сувениры. Кто-то просто так в Дарканалу что-то шлет. Я когда начал собирать игры для компьютера, очень много было посылок. Прям немерено. И я буквально там за год, наверное, очень большую собрал подборку по играм. Ну, я затрудняюсь сказать, что было самое такое удивительное или странное. И журнальчики тоже тебе присылали, наверное, да? Потому что я вот слышала, что у тебя коллекция журналов есть своя. Вот старик. Да, но журналы я обычно здесь, все почти, все, что у меня есть, вот подборка, я почти все здесь в Москве нашел. Но что-то по почте приходило, конечно. Например, Nintendo Power в Москве вообще не купишь. Это американский и канадский журнал. Это вообще раритет. Где его нашли? Ну, на IBM стоит недорого, кстати. В Америке у них цена там в пределах 5 долларов. Ну, можно и дороже, конечно, найти. Но даже старые, кстати, раритетные выпуски не так прямо сказал бы, что дорого стоит. Мне кажется, первый Nintendo Power можно вообще долларов за 40 купить за 50. Но, опять же, если покупаешь на eBay, там цена доставки убивает всю выгоду. Да, интересно, конечно. По поводу вот статистики, прям такой вопрос лоб, да? Ваша группа, вот ты же смотришь наверняка метрику. Ваша группа содержит большую людей часть, вот которым реально за 30 и выше? Или все-таки какой-то процент детей есть? Просто иногда просматриваешь группу, вот иногда натыкаешься на комментарии, вот, ну, думаешь, что взрослый человек их, ну, такие не оставит. Я вот к чему спрашиваю? Просто тоже веду блог, преимущественно для взрослой аудитории. И, так сказать, вот меняюсь опытом. Вот у меня примерно тоже, вот там 50 на 50, вот где-то так. То есть у школьников, конечно, меньше процент, но все равно. И вот вообще хочется просто вот опыт узнать, сложно ли работать со взрослой аудиторией, и сложно ли ей по контенту угодить. Какие вот вообще претензии бывают? Так, ну вот по поводу метрики, я сейчас не скажу по группе, я давно не смотрел статистику, нас Кирилл больше любит всякие вот математические данные. А, Кирилл говорит, что можно сказать. А, окей. Ну вот давайте заделимся, я тоже могу своей заделиться. Вам на словах картинку показать? Мы люди взрослые, все друг другу доверяем. Да, конечно. Ну, основной это от 30 до 35 лет, 29,1% мужчины. Женщины 1,2%. Ну, это вот основной... Ну, у нас 94% мужчин и 6% женщин, поэтому так получается. Основа это 30-35 по краям, 27-30, 35-45. Ну, и остальное уже по угланию. Меньше всего до 18, и кто еще? И от 45, как бы. У нас все ровненько. Ну, вот и на канале тоже самое. Поэтому название честное. Никаких детей. Нет, я же не говорю, что это не честное название. Мне просто стало интересно, вот есть ли у людей, там, допустим, младшего возраста мотивация заходить в такие группы. Мне просто, ну, мне интересен вот ваш контент, я захожу. Хотя мне уже тоже, как бы, за 30. И у меня просто тоже по опыту, у меня тоже такой блог, и там тоже... У меня как бы пометочка, что для зрелых геймеров. И когда вот я сделала вот эту пометку, и я смотрю, у меня количество, процент школьников, он прям вот начал уменьшаться в геометрической прогрессии. Сейчас вот он где-то составляет, ну, где-то 10, вот так 13%. Возвращаемся к вопросу, вот сложно ли по контенту угодить взрослой аудитории такой? Я сейчас отвечу таким, даже не то, что вопросом, но вопросом. Мы когда делали интервью с Николаем Губановым, я спрашивал его, вы, наверное, знаете, да, канал Pixel Day, Russian Geek. Да, конечно. В какой-то момент вот во время разговора я поинтересовался, а ты вот сейчас уже как сформировавшийся блогер, ты знаешь, вышел ли ты на тот контент, который от тебя хочет твоя аудитория? И Коля ответил очень просто. А черт его знает, что тебе аудитории надо. Вот я примерно так же, наверное, могу сказать и в своем случае. Иногда бывает, приходит какая-то идея в голову, я вот сейчас говорю о контенте именно для канала, а не про группу. Ну, вдруг и все просто. То есть это картинка, какая-то надпись, и идут хештеги, и люди лайкают. Чем больше ностальгичных картинок, тем им это интереснее. Ну, тут обычно так. Либо это что-то прям такое прям совсем. Ну, опять же, тоже, скорее всего, с привязкой к какой-то старине. И сидишь, думаешь так, вот эта вещь должна точно всем понравиться. Вот это прям стопудово прям топчик будет. Вот именно в рамках сообщества снимаешь видео, и оно просмотров вообще не собирает. Ну, собирает там какой-то минимум, а ты на него потратил неделю своего времени. А бывает так, что, ну, я на отвяжись видео не делаю, но бывает так, что наполовину на коленке сделан какой-то контент, и он начинает просто там, в общем, собирать. Не поймешь. Ну, у меня вот примерно такая же ситуация тоже. Иной раз тратишь на статьи там по день, по два, дочиток ноль. И то же самое, делаешь какую-нибудь подборку там, и все, короче, и на нее набегает народ. Ну, тоже вот реально непонятно, что нужно сейчас аудитории. Были ли какие-то вот обвинения? Я не знаю, вот сейчас многим говорят там, фу, продался, фу, продался. Кирилл, часто мне пишут, что я продался? Ну, я сейчас пытаюсь занять это место человека, который пишет везде, что он продался, чтобы никто другой не написал. А кому продался-то? Как это кому? Не уточняется кому, просто само состояние. Ты находишься в состоянии, ты продался. Вот это так вот. Это как вот можно быть, я ж мать там, ты продался. Если ты какой-нибудь гаджет показываешь, то ты продался производителем гаджета. Если ты по игру показываешь, то ты продался издателям. Все просто. И как следствие скатился еще. И скатился. Если ты показываешь, как установить Windows 10 на планшет, то, видимо, продался Microsoft. Продался Microsoft, да. Конечно. Жалко, что все эти люди только не знают, кто им продался. Получается, по этой логике получается, что они тоже кому-то продались. Кто именно? Ну, эти люди, которые говорят, что продались. Ну, значит, они тоже кому-то продались, если у них есть такой печальный опыт. Ну, я просто... Не, это в ту сторону не работает. По их мнению, продаться может только тот, кого они смотрят. Про кого можно написать. Тут какая-то полемика, в принципе, бессмысленно. То есть, я так со временем пришел к выводу, что когда человек, начиная с тобой диалог с того, что он на тебя сразу навесил ярлык, с ним, в принципе, дальше разговаривать, ну, как-то сложно уже. Ну, да, ты же не вставишь ему свои мозги. Да, зачем? Пусть живет со своими. Пусть мучается. Обычно Саша продался либо магазинам, где он что-то купил, либо гаджетам, ну, производителям гаджетов. Ну, а что в этом случае? Надо собирать пиратские сборки? Я не знаю. Ну, вот, да, это мистика. Окей, ладно. Общаясь с вами, не могу просто не задать этот вопрос. Вечная борьба, вечные споры и полемики между новой школой и старой школой. Вот, я вот постоянно, везде, абсолютно, натыкаясь на комментарии, ну, неважно, там, вот, и у вас, и у себя, по поводу современных игр. Вот, везде. То раньше было лучше, сейчас играть неинтересно. Мне очень хочется узнать, ребята, ваши отношения к современному геймингу. Вот, если закрыть глаза на боевые пропуска, на микротранзакции и вот всю эту прочую шелупонь, неужели действительно в современные игры неинтересно играть? Мне интересно играть. Я даже в последнее время больше современно играю, чем какие-то старые. Ну, хотя, нет, стараясь какой-то баланс соблюдать, но вот в данный момент у меня, вот это еще не закончилось, больше ста часов наигранных в Assassin's Creed Odyssey, и я от нее оторваться не могу. И у меня в прошлом году, ну, в течение года выходил цикл передач «Во что я играл в этом месяце?», где я рассказывал, что играл сам на разных платформах, и в конце давал комментарии ребят, которые смотрят канал из ВК. Они в специальном посте писали свои, тоже, во что они играли, свой опыт. И такая вот нашла передача. Ну, я ее закрыл после года выхода, потому что мне не очень понравилось, сколько она по просмотрам собирает. Но в целом, как бы, есть люди, которым до сих пор они спрашивают, вспоминают там про вот этот вот год вот такого вот экспириенса. И как раз там вот в этой передаче можно было проследить мои интересы, то есть где-то было процентов 40, наверное, новинок, а остальное все было либо то, что прям совсем старое, либо, ну, на рубеже там какие-то из нулевых. Ну, короче, я не делю вот так прям игры на старые, новые. Ну, делю, конечно, но вот прям для меня это не принципиально. Знаете, бывает игр, у которых, да, делю, но смотри, фишка в том, что есть игры современные с отвратительным геймплеем. Вот механика совершенно не затягивает. Ты видишь, что ты как будто деревянная какая-то игра. И точно такие же есть из нулевых, из 80-х и 90-х. И в те же самые годы есть игры с отличным выверенным геймплеем, механикой классной. То есть ты заходишь и не можешь оторваться. Та же Контра. Ну, вот я просто садился, записывал ролик для демонстрации. Нужно было наиграть совсем там, ну, немножко. Я оторваться не мог. Я чувствитель себя не по рукам бил, чтобы перестать в нее играть. Эта игра там, 88-го года, по-моему, если я ничего не путаю, может, 87-й. И вот сейчас также я играю в Одиссею, в Assassin's Creed. Мне по кайфу. Для меня вот прям такой граница. То есть есть хорошие игры, есть плохие. Тебе напомнишь, что ты про GTA 1 сказал? Ну, она отвратительна, Кирилл. Ну, тут прям... Ну, там механика отвратительная. Она медленная, и там ни черта непонятно, что происходит. Странно. Мне очень нравится. Хорошо. Чем она не нравится? Ну, вот кроме... Нет, подожди. У него было описание GTA 1 из двух слов состояло. Говно какое-то. Ну, там делалась скидка на то, что она старая, как... Я не знаю. Естественно. Это был лист игр с PlayStation Classic. У меня был ролик. Я как раз переигрываю из PlayStation Classic. Я себе купил две штуки и начал играть, и меня затянуло. Я вспомнил, блин, как это было здорово. Слушай, ну это вопрос восприятия 100% исключительно. Если у тебя есть какая-то там эмоциональная привязка к этим играм, безусловно, тебе это будет нравиться, и ты будешь это воспринимать положительно, позитивно. Для кого-то Resident Evil 2 — это набор мигающих красных-черных квадратов, а для меня это целая эпоха. Это вопрос восприятия. Вы не согласны с этим утверждением, что раньше было лучше? Нет, не согласен. Ребят, назовите про Assassin's Creed Odyssey, мы уже слышали, вот три современные игрушки, которые вам импонируют на данный момент. Без мультиплеера. И потом с мультиплеером. Можно мне шпаргалку открыть? Я постараюсь по памяти. Но Ведьмак 3 однозначно. Это классика наших дней. Это GTA V 100%. Два раза ее проходил. Причем первый год выхода на PS3. Потом через два года она меня снова позвала. Я поиграл в нее уже на ПК. В онлайн сунулся. Но я такой в плане онлайна, я сыч. Я не люблю все эти движухи онлайновые. Для меня все-таки играет такая. Да, соло. Ну, то есть для меня край — это я могу постримить игру. Но так, чтобы идти, сидеть там с большой толпой где-то бегать, ну, так, ну, как бы не очень мне это интересно. Ну, и третье. Не знаю, ну, тэкин седьмой. Вообще, вообще все тэкины. Ну, кроме первой и четвертой. Кирилл? Я думаю, это очень сложный вопрос, но правда. Ну, ладно, давай тогда. А старые, насколько старые есть ограничения? Ну, хорошо, давай вот с 2018 по сегодняшнее время. Давай вот так. Или за три года последние. 2018? 2018? Ну, давай за три последних года вот. Что тебе понравилось? Ни одной, наверное. Серьезно. Когда первый Division вышел? Ну, это сетевая. Ну, это... Я даже не могу вспомнить, что. Давай вот просто топ игр 2018 на ПК. Я правда не знаю ни одной игры, которая бы мне понравилась в 2018 год. Ну, Ассасин. Мне нравится серия Ассасин. Окей. Очень сложно. Far Cry ты не любишь, да, вроде? Ну, мне третий. Он банирует и все. А пятый нет? Ну, первый мне очень нравится. Пятый, ну, такое себе. Пятый можно, мне кажется, любить уже за антагониста просто. Нет, пятый, знаешь, как выглядит? Ты зашел за дерево пасать, а за тубу Армагеддон какой-то подосходит. Это отвратительно. Тебе не дают передохнуть. Ты идешь по лесу, а там какие-то люди, толпы, мужиков, армия, машины летают, прыгают. Что происходит? Это плохо. Нельзя так делать. Зато там есть Иосиф Синь. О, подожди, Пиларсов и Тернити. Отличная игра вообще, великолепная РПГ. В духе старой школы. А, ну, это же РПГ, она же 18-го года, правильно? Все, считается. Dash of the God. Хорошая игра, рекомендуюсь. Пошаговая такая, РПГ в духе старой школы. Вот так, я больше ничего не могу вспомнить. Ну, а ты уже при назвал. Атом РПГ. Тоже отличная. В духе Fallout 2-го. Вот, кстати, заговорили про Инди. Как к Инди, ребят, относитесь? Сейчас Инди очень процветает. Пошли в гору и отечественные разработки. Ну, я в целом отношусь положительно. Но вот игр, которые меня цепляют именно из Инди-сегмента, их не очень много. Радует то, что много талантливых людей смогут реализовать себя таким образом. Наверное, для них немало площадок сейчас появилось. И возможности больше стало намного. Хочется верить, что какое-то есть будущее вообще у этого сегмента индустрии. И мне кажется, в какой-то момент он даже сможет пересилить вот эти вот ААА-проекты. Потому что, судя по тому, что мы видим нескончаемую череду сиквелов, а за ним последует, скорее всего, какой-то дефицит идей, из инди-проектов могут вырасти какие-то серьезные, интересные вещи. Ну, мы уже обсуждали это до подкаста по консолям, по ПК, да. Еще раз, я думаю, продублируем для наших слушателей. Вот с какого возраста у вас появился первый игровой девайс? Ну, то есть у Кирилла в данном случае компьютер, у тебя, соответственно, консоль. Да, это, наверное, можно назвать консолью. Это 89-й год, игра электроника, автослалом. Когда мне попала она в руки, я до этого никогда не играл в нее. Вообще не знал, что такая игра есть. То есть я видел этого волка с яйцами, ну, погоди, который потом... Шикарная игра, кстати. Да, Тайна океана, и все. И вот, значит, у меня днюха, и мне дарят вот эту штуковину. И я прям, наверное, месяца два я болел ее очень сильно. А потом что-то как-то... А, потом у соседа появился Микроша, компьютер такой, но еще более примитивный, чем Спектр. Там все монохромное, черно-белая картинка. И как-то вот мы больше уже на этот гейминг перешли. Ну, это был мой сосед, мы у него часто зависали. И как-то электроника уже так, ну, отошла. Я даже не помню, честно стало в итоге. Ну, наверное, каким-то родственникам подарили. Вот мне было восемь лет. Кирилл, а у тебя? У меня Спектрум. На нем было две игры. Тетрис и Формула-1, вид сверху. Тетрис я называл стройкой и не понимал, что вообще нужно делать. Как современные стройки, я не понимаю, да, что делать на стройке? Да-да-да, как бы кидаешь, блин, исчезло, что-то я не так делаю. А у меня первая игра была на ПК, это волейбол. Вот старенький, вот это, помните, где колобки носатые? Два ли зона прыгают? Да-да, ну, колобки такие с гигантскими носами, вот они, мячик, так, оп-оп-оп. Отвратительное современное слово, слаймы. Нет, они не похожи на слаймы, вообще не похожи. Это просто были носатые колобки. Кошмар какой. Я такой не знаю, я тоже не вижу. Ну, её можно погуглить, она такая старенькая-старенькая. Она ещё выходила на ЕГА-мониторах, и мы прям ей заигрывались. Там ещё мультиплеер был. Ну, как не мультиплеер, а по локалке можно было на клавиатуре. Горячий стул. А, как в героях, да? Да-да-да, хот-сид, хот-сид. Случались ли с вами моменты в юности, когда игры вдохновляли на какие-то поступки? Вот, чтобы не ломать сейчас голову, вот я просто пример приведу, да, чтобы было проще. Вот, например, вот как у меня в детстве было, мне очень нравилась игра Alone in the Dark, вот первая. Для меня вот в детстве это вот шикарный хоррор был, который просто будоражил моё воображение, и, мне кажется, вот привил любовь такую к страшным игрушкам. На тот момент, я не помню, мне было 11-12 лет, я не помню, там пятый класс, по-моему, был шестой. Я английский вот, ну, начала там первый-второй год изучать, вот. Мне было ни черта не понятно, что там писал дядюшка в послании на чердаке. И я героически вот сидела со словарём и пыталась что-то перевести, а потом вот сидела на Monkey Island, также от LucasArts. В дальнейшем меня это смотивировало заниматься иностранными языками. Вот у вас что-то было подобное? Вот была какая-то мотивация? На что-то толкали вот игры? У меня было во время прохождения игры на 3DO, Lucina's Quest, мы с братом, с младшим проходили, да, она была на английском языке. Мы сидели с словарём также, потом рисовали свои, типа, мануалы, рисовали персонажей, значит, писали свой перевод, где в какой локации, какую броню покупать, какие там квесты, какого уровня нужно там быть, чтобы дальше двигаться. Вот такой был экспириенс, но это не сказалось, скажем так, на моём плечении английским языком, я до сих пор его отвратительно знаю и понимаю. А именно вот какие-то поступки там, мне кажется, это больше кинематограф того времени влиял, потому что это были начало 90-х, это были Брюс Ли, Ниндзя, Джеки Чан, и все хотели стать черепашками Ниндзя, я помню, то есть вот это вот, вот такая вся вот история. Да, я ещё комиксы помню, у нас даже в городе продавались про черепашек Ниндзя, шикарные комиксы, а мы хотели стать охотниками за привидениями. Тоже норм. У вас никто не хотел ими стать? Надеваешь санки за спину, берёшь палку. Слушай, это даже в голову не приходило, вот Ниндзя, у нас даже парнишка один костюм сделал себе Ниндзя. А, ну, с футболкой на лице завязываешь и всё. Не, он там маску шил, он сидел там что-то, да, даже меч сделал с таким этим, как это называется, там где вот, я не знаю, как объяснить, в общем, рукоятку сделал такую нормальную. Из крышки пластиковой. Нет, там что-то он нашёл какой-то кусок жестянки, вырезал её, но она такая была, от неё обрезаться можно было, ну, он такой тупой был этот меч. А я думал, мальчик. Нет, нет, он нормальный. Хорошо. Да я также со словарём сидел в первую цивилизацию, играл. Всем пришлось учить английский когда-то давно, чтобы во что-то поиграть. Забавно. У нас на подкасте в прошлом сезоне была одна девушка, вот она тоже блогингом занимается, вот хоры геймплей, она вот тоже, у неё есть обзоры на ретро-игры. Вот она сказала в подкасте такую вещь, что вот именно тематика ретро на YouTube, это всё-таки довольно узкая направленность и такая вот специфическая среда, и она уже порядком занята. Твоё мнение, вот ваше, да, ребят, насколько сейчас вот перспективна вот эта ретро-стезия в блогинге и в видеоконтенте, в принципе? Всё зависит от харизмы и интереса самого человека, который будет этот канал вести. Можно, очень сильно перенасыщен этот сегмент, безусловно, причём было ещё до моего прихода на YouTube было немало, даже немало это такое очень мягко сказано, ну, всяких спекуляций дешёвых на тему ностальгии, когда люди не заморачивались ни с монтажом, ни с качеством видео, и откровенно шлаг просто снимали. До сих пор как бы есть определённый костяк, сложившийся ещё с начала десятых годов, да, там, 12-й, 11-й, 13-й, когда я лично для себя вот YouTube вообще открыл отечественной, ретро-гейминговой. То есть вот эти вот каналы, они до сих пор, в общем-то, актуальны, интересны, их смотрят, они никуда не скатились, их не забыли. И все, кто появились вот на протяжении последних лет 5-6, ну, очень многие застряли на каком-то одном уровне. Кто-то бросил свои каналы, кто-то закрыл, кто-то вообще удалил. Ну, то есть, видимо, понимают, что, да, этот сегмент, он очень узкий. То есть по факту, ну, я затрудняю сказать какое-то примерное даже число людей, которые это смотрят. Просто, опять же, смотрите, как, вот, по просмотрам Russian Geek, то есть когда Коля снимает про какие-то консоли или ретро-игры у него, там, в итоге, где-то за год, может быть, ролики набирают по полмиллиона, или, там, за первую неделю, ну, 100-150-200 тысяч. А есть какие-то темы, которые, ну, то есть вообще там и 5 тысяч не смотрят. Но это уже не его каналы, а вообще вот другие вот на похожие темы. И я не знаю. То есть это какая-то вещь такая, построенная целиком полностью на ностальгии. Свежей крови здесь, скорее всего, уже не будет. Она будет очень в маленьких количествах. Это вот те самые молодые ребята, которые интересуются ретро-геймингом. Но надолго ли у них этот интерес? То есть мы-то выросли на этом, это наше детство. Нам хочется у него вернуться постоянно. Для тех, кто это время не застал, оно скорее как энциклопедию почитать. Ну, ок, там, усвоил эту информацию и все. Как-то так. Пробиться сложновато, мне кажется. Да, особенно для YouTube. Новым каналам без рекламы и без денег вообще очень тяжело. В этом плане. Да, от рекламы тоже особо толку нету, на самом деле. Просто, ну, мое личное мнение, это такой дает временный буст. Самая лучшая аудитория такая, которая нашла тебя сама. Или которую ты обменялся с другим блогером. Я всем советую. Ну, кто меня спрашивает, там, маленький канал. В принципе, кто я такой, чтобы давать советы. Но когда спрашивают, говорю, что самое лучшее это коллаборации. Безусловно. Ну, я бы не сказала, что у тебя прям такой маленький канал. Ну, по сравнению, конечно, там со статысячниками, да. Но есть такие тоже маленькие каналы. И коллаборация, это всегда круто. И прям надо топить за нее. И вообще, респект вам, что вы даете вот шанс для какого-то совместного сотрудничества ребятам. Потому что очень многие, я знаю, воротят нос и посылают куда подальше. Тут еще от лени зависит. Многие просто не хотят заниматься этим. Нужно с другим человеком взаимодействовать. Нужно время свободное как-то к этому подгонять. Писать сценарий, монтировать. Ну, то есть тут целая история. Примерно было такое вот, когда я ролик на метро снимала. Это две недели, короче, головной боли. Когда я отсняла сюжет, вот это мне потом все не понравилось. Мне пришлось все переснимать. Две недели у меня ушло где-то на этот трэш. Ну, это еще не самое страшное. В итоге он набрал где-то там 70 просмотров и все. И я на этом успокоилась. Но зато это было как вот мое портфолио на Девгам, например. Опыт это тоже опыт. Ребят, риторический вопрос. Идет время, растет новое поколение. Когда мы будем старыми пердунами и когда с нас будет сыпаться песок, такие же 30-летние черти будут говорить о том, что Fortnite, к примеру, это ретро. И вот ваше предсказание, будет ли вообще ретроспектива в том формате, в котором она сейчас есть, существовать, к примеру, лет через 30? Кирилл. Я думаю, мне кажется, навряд ли в Fortnite станет ретро. Но когда-то же станет ретро. Все равно это время придет. Ну, сетевые игры, они не так устроены. Но почему квака? Сервис закрылся магазин, чем мы по нему скучать будем? Да пошел он. Возьмем, зайдем в другой точно такой же, но с другими картинками на стенах. Ну, что ж по сути не изменится. Но раньше же тоже по локалке в шутеры гоняли. В третью кваку до сих пор гоняют. А где Квейк Чемпионс? И третья квака, да, есть. Про него никто сейчас не помнит и никто не будет вспоминать. А третья квака, она навсегда. Первый Unreal тоже миллионы серверов до сих пор. А третий Unreal уже загнулся. Нет, с новыми играми оно так не работает. Совершенно. Ну, окей, хорошо. Может быть, у меня неудачный пример мультиплеера. Хорошо. Если мы возьмем, допустим, какой-нибудь соло-формат, да, возьмем тех же ассасинов. Они же все равно когда-то станут ретро? Ну, мы будем смеяться над этими. Некоторые уже говорят, что там Skyrim ретро. Вот, вот, вот. Вот к чему я говорю. Теперь вы меня понимаете. А ведь скоро так и будет все. Как вот вообще... Ну, отвечаешь ему, поиграй в Моровинт-щенок. Все, все будет хорошо. Или вы еще более ранние эти старые свитки, древние свитки. Северфол. Да. То есть нам в итоге останется просто над ними смеяться так тихонечко. А что, что с ним еще делать? Смотришь на него школьник. Да нет, я думаю, что те же самые понятия школьника. Вполне могут стать таким же ретро на тех же правах, мне кажется. Тот же вот сейчас Red Dead Redemption, тоже крутая игра. Я думаю, что лет через 10 ее буду вспоминать. И через 20 тоже. Это шедевр. Ну, существуют же даже сейчас полу-ретро-подборки, там, во что играли 5 лет назад, во что играли 10, 15, 20 лет назад. Ну, это люди без фантазии воруют у игромании. Я таки-таки не пишу. Они такие подборки выкладывают уже очень много лет. Игромания, в смысле. Да, в журналах еще было. Да. Мне кажется, года с 2000-го у них это началось. Да, если игромании старые пооткрывать, действительно, есть там такие разделы. Причем, там есть что выбрать, я имею в виду игры. Реально, да, хороший подбор. Вов, у тебя есть вопрос к ребятам? Да нет, я, в принципе, все слушал. Я такое ощущение, что я просто оказался на стриме. Но мне все очень нравится, я как-то конкретно что-то спросить не могу. Кроме вот своего вопроса любимого, касаемо консоли Nintendo Switch. Вы, ребят, как к ней относитесь? Можно я скажу? Мне вот друзья спрашивают, ты будешь покупать Switch? Знаешь, как я отвечаю? Я что, гей? О? Ну, я просто ехать и пить, яс, еще раз. Что ж такое? Давай, еще раз повторю. В общем, у меня Switch'а нет. Ты не гей. Нет. Не, ну это в шутку, конечно, но мне Switch'а вообще не импонирует. А мне импонирует, но я гей. Да, почему? А, окей. Это правильно. Просто во что на нем играть? В Zeld'у. На Индии. В Splatoon. В Splatoon. Но я что, гей? В Mario Odyssey, я что, гей? В Zeld'у, я что, гей? Ну, они правда, они какие-то... Я просто не люблю яркие вот такие мультяшные. Гей-Switch. Да, это гей-гей-эдишн. Сейчас Вову, наверное, бомбанет. Он бегает ранее. Я только слышу, Switch, гей-гей-гей, гей-гей-гей-гей. У меня эхо, блин. Гей-гей или гей-гей-гей. Сейчас, возможно, какой-то тренд родится, благодаря Кириллу. Надо пару мемасов запилить на эту тему в группе. Нет, ну серьезно, на нем не во что играть. Вообще, ребят... Может быть, кому-то интересно его разбирать и переброшивать. Это другой вопрос. Я говорю, у нас на подкасте практически на каждом, только на предыдущем было такое, что у нас обычно у всех нормальных людей все разговоры к говну сводятся, а у нас все подкасты к геям сводятся. И вот опять вот эта тенденция пошла. Вопрос про Switch. Нормально. Ладно, окей. Я знаю, что Александр неплохо поет. Не споешь нам что-нибудь напоследок для эфира? Это может стать хорошей традицией у нас на подкасте до гостей посетить петь. Слушайте, ну надо гитару брать, тут все настраивается. Это сложно. Конечно, жалко. Ну, может быть, как это называется? Я просто в музыке не так силен. Может быть, как это, акапелла там. Ну, акапелла там надо несколько голосов. Ну, мотив скажите. Ты издеваешься? Нет. Все, музыкальная пауза. Песня называется «Ниндзя Рюкенден». На приставке «Тэнди» есть такой вот хрен. Его называют «Ниндзя Рюкенден». Ниндзя Рюкенден. Ниндзя Ниндзя Рюкенден. А еще его называют «Жикенден». Звездочки бросает, Лупит он мечом. И враги огромные ниндзя-нипочём Ниндзя-люкин-ден, ниндзя-нидзя-люкин-ден А ещё его называют Жигинден А-а-а, ниндзя-люкин-ден, ниндзя-нидзя-люкин-ден А ещё его называют Жигинден Про него на Тенди вышло три игры В них мы проводили свои лучшие годы Ну, на самом деле, мне нравится, как ты поёшь. Спасибо. Я ему уже давно говорил, альбом срочно пилить. Он в очень таком зачаточном состоянии находится. Но есть задумки, есть наработки просто. Ты держишь одна песня, или две. Сколько у тебя песен есть хорошей обработки? Ну, играю я, только готов. Она висит у меня, закреплённая на моей странице. Подожди, я вспомнил про Ниндзю песню. Это лучшая песня. Про кого? Как он? Ниндзя... А, Ниндзя Рекинден? Ниндзя Рекинден. Это же лучший трек. Его должны все услышать. Ну, может быть, попозже сделаю её ролик. Почему ты не выложил вообще достоин? Да она есть у меня в моих аудиозаписях в ВК. Ага, это хорошо. Если у Вовы нет вопросов, то, ребят, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Вам большой респект за отсутствие пафоса, за доброжелательность и отличное чувство юмора. Я надеюсь, что мы как-нибудь с вами ещё посотрудничаем. Хочу обратиться к нашим дорогим слушателям. Если вам понравились охудивительные истории наших гостей, поддержите обязательно их детище. Подписывайтесь на канал Gaming за 30 и на канал Gaming за 30 на YouTube. И давайте вместе продвигать крутой контент массы. Спасибо, спасибо. Ребят, спасибо, это было потрясающе на самом деле. Вам респект, уважуха. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Всем пока. Пока-пока. Всем счастливо. В целом, ребятам вообще респект. Да, это интересно. Я сейчас пойду экспериментировать, наверное. В принципе, наше время эфирное подходит к концу, я думаю. Подкаст получился, я думаю, довольно информативным. А, ребят, последнее. Новости мы, в принципе, уже обсуждали некоторые. Это было буквально в среду. Последнее, что хочется сказать. Для фанатов Cyberpunk 2077 будет на Е3 новая демка. Будет около часа. То есть на игру смогут взглянуть даже те, кто не пресса. Для прессы будет специальный отдельный показ. Чем будут отличия, пока неизвестно. Сейчас уже ведутся разговоры о том, что игра может выйти в 2020 году. Но выступление Cyberpunk 2077 на Е3 в этом году будет еще более масштабнее, чем в прошлом. Так что верим, надеемся, ждем. И готовимся к обзорам. Ребят, я хотел всех поблагодарить, что вы пришли. Мне особенно было приятно пообщаться с Кириллом и Александром. Спасибо всех тех, кто откликнулся в пятничный вечер на наш призыв в Телеграме все-таки посетить сегодняшнюю запись. Я даю тебе слово красиво закончить. Ну что же, ребята, также хочу поблагодарить, сказать большое спасибо ребятам за то, что вы пришли, за то, что вы слушаете нас. И нашим гостям также еще раз отдельное спасибо за то, что не отказали нам. Пока мы еще в силе, пока мы бодры и веселые, вы будете слышать нас. Это был 50-й выпуск On Air. Владимир и Леон были у микрофона с вами. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok